последнее время мы видим что доллар все время опускается 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 но почему-то цены в магазинах при этом не опускаются совсем ну или практически не опускаются почему давайте попробуем разобраться размести значок vpn на главном экране и сделай за правило входить в интернет через vpn и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий почему же цены в магазинах упорно не хотят опускаться несмотря на то что доллар опускается ну давайте проследим цепочку по которой попадает товар в магазины или на полке но это прежде всего ну с оптовых складов он попадает большая часть товара производится в россии но при этом есть импортные комплектующие которые все равно идут на оптовые склады те же самые и получается следующим образом то есть на оптовых складах есть какие-то запасы и эти запасы постепенно расходуются а потом восполняются новыми поставками новые поставки идут через железнодорожные перевозки автомобильные перевозки и морские перевозки кто с контейнерами как правило и для того чтобы все это произошло значит там происходит страхование вот этих вот всех перевозок и так далее одним словом вот этот вот цикл который с момента заключения контракта на поставку крупных партий товаров из-за рубежа до непосредственно покупки нами в магазине или где-то он проходит примерно ну там полгода буквально и поэтому сейчас мы в магазинах видим те товары которые оплачены и которые заключены договора полгода назад и полгода назад давайте посмотрим какие были цены а цены были примерно там 67 68 рублей за доллар и вот эти цены сейчас ну как бы заложены в цену товара а теперь давайте посмотрим что же происходит сейчас и по каким ценам почему производители или продавцы не снижают цены причина очень простая смотрите для того чтобы восполнить вот эти вот самые у запасы товаров на оптовых складах производитель должен закупить и завести новые партии правильно и он думает а каковы же будут затраты на эти новые партии товаров и он начинает рассчитывать ну и теперь давайте вы знаете что импорт сейчас сократился буквально на 80 процентов то есть нам никто ничего не собирается поставлять и смотрите вот оптовые покупатели пытаются заключить контракт ну во первых западными странами западной европы всего кирдык значит можно заключить только с китаем китай тоже достаточно осторожно к этому относится и заключаем контракт его надо ввести ввести его надо в контейнерах стоимость контейнерах к это контейнера контейнерных перевозок выросла за последние полгода буквально в четыре там пять раз в разы это первое то есть закладываем стоимость контейнерах перевозок увеличилась в разы далее значит товар который поступает по морю он должен страховаться по любому любым транспортом страховаться морские перевозки страхуют традиционно кто англичане какие у нас отношения с англичанами вот такенские то есть страховые компании отказываются страховать вот эти самые перевозки судоходные компании отказываются поставлять товары которые идут в россию вот и к чему это приводит а приводит так следующему к тому что значит изобретаются какие-то дополнительные ходы то есть товар из китая идет на самом деле вроде как не в россию а в какой-нибудь там в арабские эмираты в какие-нибудь индию в какой-нибудь там египет или еще куда-нибудь вот и он идет значит туда формально вроде как а потом а потом а потом какими-то тайными там договоренностями он перегружается и уже идет где-то там поближе к россии уже какими-то может быть российскими даже компаниями но скорее всего какими-нибудь ну еще оставшимися дружественными странами а кто у нас дружественные страны остались ну не знаю там даже казахстан уже трудно назвать вот то есть он старается санкции избегать поэтому все боятся и это ведет во первых но как минимум к удорожанию всех товарных потоков ну даже железная дорога которая идет по россии то есть казалось бы из китая во владивосток завезли и дальше по железной дороге но там железная дорога уже не резиновая там просто туда уже больше грань пропускной способности достигла вот поэтому 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 большая часть товаров просто не поступает импорт вы знаете сократился ну и в ценовом выражении и физических объемах ну в разы сократился а что это значит а это значит что те товары которые сейчас лежат на складе они реализуются а новые товары не завозятся и как вот ну автопроизводители сказали следующее почему они не снижают цены на автомобиле говорит а зачем мы эти продадим машины других-то не будет поэтому пускай стоят вот по завышенным ценам безумным заоблачным и ну просто когда уже зарплату нечем платить будет сотрудникам ну во первых сотрудников сокращают а вторых ну то есть когда уже край совсем но тогда может быть что-то там реализуют но скорее всего вряд ли просто между своими как-то там не знают сотрудникам отдадут зарплату машинами вот и начнут потихонечку после этого компании закрываться то есть надо ожидать массовых в общем сказать закрытий предприятий потому что ну зачем предприятие мощный какой-то автосалон будет стоять там ни одной машины нет и сотрудники там будут работать зачем ну просто возьмут и закроют его к чертой матери вот ну будут перед переквалифицироваться на китайские автомобили наверное ну это я грубо говорю вот про автопроизводителей но другие многие будут точки закрываться потому что для сокращенного импорта не нужна такая огромная инфраструктура не нужны такие огромные складские площади и складские площади начнут простаивать то есть начнут потихонечку закрываться логистические компании или там сокращаться тоже очень здорово но это неминуемо как если нет объемов как можно платить людям и как можно как можно работать то есть это неминуемо просто произойдет но вы знаете что уже автопроизводители закрывают свои производства потому что нет комплектующих вот это вот все будет ну и возникает пожалуйста нехватка просто физически товаров и если есть нехватка товаров а спрос есть то собственно говоря мне к чему это ведет ну как минимум не не к подешевлению не с не к снижению цены а скорее к повышению цены поэтому поэтому доллар падает а цены не не падают вот такая грустная история посмотрим что нас ждет впереди будем наблюдать и будем смотреть ну а пока вот перспективы такие что в общем я ожидаю что где-то вот уже июль завтра наступает июль август и начнут склады уже опустошаться и мы увидим какие-то последствия среагирует ли ну как бы производитель или там сказать с китая начнем больше возить не знаю посмотрим у меня есть в этом смысле очень большие сомнения а у вас напишите что вы думаете по этому поводу на сегодня все лайк подписка и до встречи с вами был демитков юрий